Я решила записать это видео, потому что всё-таки впервые за столько лет Старстейбл обновил персонажа. Сразу могу сказать, что сначала, когда я только увидела спойлеры, мне действительно не нравилась фигура. Но когда я увидела это в игре, я такая, ну, со временем игры мне хватило 10 минут примерно, чтобы привыкнуть. Потому что всё-таки, да, на самом деле, я бы не сказала, что всё настолько плохо, как казалось. Ну да, у неё как бы нет такой выраженный отчёт про талии, какая была у старой модельки. Но если смотреть в целом, новая модель в разы лучше. Вот серьёзно. На самом деле, это видео удалось мне легко. Я как бы думала вообще, зачем оно надо чисто вот поносклилировать, отпустить прошлое. Для меня действительно важно, потому что эта игра была самой с детства. Но я думаю, многие знают эту серию игр Старстейбл. Звёздную подкову. Кстати, почему подкова? Интересно. Хотя Звёздная конюшня, наверное, действительно звучит не очень. Но на самом деле, я думаю, все помнят. Любят, ждут. Не знаю, чего, правда. Блин, а на самом деле Стар Интерфейс, конечно, такой прикольный, потому что он был такой атмосферный. Вот эти вот подковки. Вот это всё классно. Я помню, у меня прям флэшбэки. Тут уже не флэшбэки. Я думаю, действительно, причина, почему все любят старого персонажа, почему все так против, не только в том, что якобы, типа, какая-то не такая фигура, а в том, что это для нас является чем-то таким сокровенным. То, к чему у нас есть эмоции. То, что мы видим, и мы сразу думаем о том, как это нам близко, как мы это, как бы, любим. И из-за этого нам становится труднее воспринимать как-то близко к сердцу новых персонажей. Чисто потому, что нам не дают, как бы, ну, нам меняют всё. Мы, конечно, можем настальгировать по-старому. Вот я помню, не знаю, что-то ещё вроде меняли, и кто-то был против этого, по-моему. Я не знаю, если честно. Я не помню уже, потому что я уже несколько лет в Star Stable не захожу, и не захожу чисто купить лошадь. И для меня это, ну, игра уже давно стала такой, в которой я захожу чисто иногда, когда хочу констальгировать. Я даже не помню имя своего краша. Понимаете, вот насколько всё плохо? В общем, для меня это игра, которую я люблю, которую я питаю эмоции, которую я действительно обожаю. Но для меня она не та, в которую я буду заходить каждый день. Реально большую роль играет не только то, что якобы чей-то вес кому-то не понравился. Это как бы тоже. Некоторые любят играть за идеалы. Но как бы им этого идеала не дали. Ну, тут, наверное, разработчиков стоит всё-таки упрекнуть в том, что как бы вас же просили дать фигуру песочных часов нормальную. Почему вы её не дали? Ну, это как бы для меня не такой прям вопрос серьёзный, чтобы бросать игру, навсегда там удалять, забывать и всё такое. Потому что всё-таки это те люди, которые подарили мне детство, создали что-то новое. Потому что, ну, прошло уже больше 10 лет с первой игры. Конечно, персонажей надо менять. Ну, как бы, я думала, персонажей со временем будут менять, знаете, на ту Лизу вроде, которую нам показывали в трейлере. Все влюбились тогда в этот трейлер. Все начали думать, что кто станет таким однажды? Ну, как бы, мне кажется, возможно, если мне хватит денег, они выпустят какую-то ещё одну игру, которая будет тяжелее, будет только на компы, там, на приставки. Хотя, если так присмотреться, эти модельки чем-то похожи на то, что мы получили. Они, как бы, ну, худее, там, немного реалистичнее, но вот у Анны очень похожая модель. Ну, как бы, по поводу моих ощущений, лично мне понравилось. Потому что мне понравилась анимация новая и то, как это выглядит прикольно. И, как бы, теперь я вижу душу в персонажах. Ну, я сделала персонажа, похожего на меня, думаю, получилось похожее. Я бы хотела призвать, не смотреть только на фигуру, всё-таки, играть за идеала, может быть, вашим решением, но хейтить из-за этого игру, побросать её, ну, это тоже ваше решение, но всё-таки, я думаю, если бы вы хотели эту игру бросить, вы бы бросили её уже давно. Ну, может, это будет последний каплей, но для меня это, ну, как бы, капли заходить, наверное, пореже. Хотя, наоборот, вот я сейчас, когда играла, мне, наоборот, как-то понравилось, я ещё узнала, оказывается, что теперь можно быстро, без инвентаря, кормить, поить, чистить и так далее лошади. Я так офигела, типа, это теперь так быстро, потому что раньше, я помню, мне было так лень заходить каждый день и из инвентаря это всё тащить, на лошадь, перетаслить. Я активно играла ещё, даже когда началок не обновили, вот когда начали добавлять лошадей, вот тогда я перестала играть активно, заходила реже, реже, ещё реже, ещё реже, по-моему, был период, когда я год не заходила, зашла, честно, потому что боялась, что мой аккаунт удалят. И вот, в общем, мнение такого человека, как моё, наверное, не так важно, но я всё-таки лайф, поэтому думаю, можно учесть. я всё-таки задонатила нормально так. Я сделала персонажа похожего на себя и теперь мне так прикольно на самом деле смотреть на игру и понимать, что вот перс реально похож на меня. И вот реально. И вот реально так подшкольно, я не знаю почему. И вот смотреть на себя, на лошади мне нравится намного больше, если честно, чем смотреть на квадратную модельку с анимацией робота. Конечно, мне и не мне нравится твоя модель, но обновлённая модель, думаю, правда лучше, конечно, она косячная, я тоже вижу, но такую милую анимацию ей сделали, разрыву, потому что иногда, вот, например, когда ты гладишь лошадь, у неё прям на лице видна любовь к этой лошади, у неё не покерфейс. И ещё я мало что потестила, если честно, просто в целом мне понравилось. Вот я зашла и мне понравилось. Возможно, даже поиграю немного, не знаю. Мне очень нравится движение у этого персонажа, такие, как будто бы она нерешительная, но в то же время решительная. А вот это вот движение рукой как будто не очень решительное, при этом выпадана руки на бока делает. У меня уже вид, как будто я тут... Ну, как бы, на самом деле я радуюсь, что игра развивается, что её не забывают, потому что ну, если бы она вообще никак не развивалась, её бы помнили только те, кто играл в Звёздную подкову. Давайте будем честны, потому что и мы бы с вами там раз в пять лет скачивали её, возможно, минимум в пять эту Звёздную подкову и играли дальше. Поэтому, ну, вот как бы, я не говорю, что персонажи вышли идеальные. Я говорю просто, что надо дать им шанс. Возможно, мы со временем приютним и полюбим их. Ну, лично я думаю, что я полюблю. В общем-то, мой посыл был в этом. Можно заканчивать. Ну, на самом деле мне реально нравятся эмоции, только они показаны, потому что я прям вижу любовь в этих глазах. Я вспомнила имя моего краша. Его зовут Идрис, по-моему. Я даже пилила с ним клип. Вот реально краш. Идрис. 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 Идрис.